Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимая Матушка Игумене, дорогие отцы, братья и сестры! 15 мая Русская Православная Церковь празднует перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. 6 декабря 2015 года Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл сказал слово о святых в Борисоглебском Аносином Ставропегиальном монастыре. Всех вас сердечно поздравляю со знаменательным событием, с большим праздником. С днем памяти святаго благоверного князя Александра Невского и с торжественной литургии в Борисоглебском Ставропегиальном женском Аносиновом монастыре в год тысячелетия со времени блаженной страстотепческой кончины святых князей Бориса и Глеба. Действительно, имена Бориса и Глеба и святаго благоверного князя Александра связаны и той замечательной истории, духовной, мистической истории, видением неким, которая предшествовала битве на Неве, когда братья, убиенные братья Бориса и Глеб явились войску русскому, поддерживая его в борьбе с врагом во много его превосходящим. Войско то возглавлял князь Александр Невский. Это действительно духовная невидимая связь между благоверными страстотепцами и великим князем, видимо, сыграли решающую роль в победе русского оружия над грозным врагом. Но не только в этом связь. Вот сегодня мы слышали в евангельском чтении притчу о неразумном богаче, который собрал большой урожай и стал размышлять о том, что же ему сделать с этим урожаем, и решил разрушить свои старые амбары, а вместо них построить новые, и чтобы все это огромное количество зерна можно было бы сберечь. А затем далее, простираясь в своих мечтаниях, стал говорить, вот тогда скажу душе, душа, покойся, ешь, пей, веселись, потому что много добра у тебя. И говорит Господь в притче, «Безумный, в эту ночь возьмут твою душу, кому достанется сокровище твое». И замечательные слова завершают эту притчу. «Так будет со всеми, кто сокровища собирает для себя, а не в Бога богатеет». Вот эта притча, ее духовный смысл отобразились в жизни святых благоверных князей Бориса и Глеба и святаго благоверного князя Александра Невского. Они не были бедными людьми, они были князьями, то есть жили намного богаче всех остальных, кто подчинялся им. Но своей жизнью и особенно своей страстоптерпческой кончиной и Борис и Глеб, и рано умерший по непонятным причинам и обстоятельствам, а в соответствии с народной молвой, будучи отравленным, благоверный князь Александр в полной мере осуществили то, к чему Господь призывает нас через всю эту замечательную притчу. Ведь каждый из них мог бы собирать богатство и строить новые амбары и душе своей говорить «Ешь, пей, веселись, покойся, но что еще надо? Ты на вершине богатства и власти». Зачем князья Борис и Глеб добровольно пошли на смерть, отказавшись от всего и от власти, и от богатства, и от почета, только чтобы не было междоусобицы в Отечестве, чтобы брат не восставал на брата, они были действительно как закланные агнцы, жертвой, непорочной Богу за грехи своего брата и своего народа. Они кончиной своей так разбогатели в Бога, что стали первыми русскими святыми, основоположниками нашей национальной святости. А благоверный и великий князь Александр так же мог быть тихо и спокойно жить, будучи богатым и знатным человеком. Но уже в 20 лет он выходит на единоборство с грозным противником и молитвами своих предшественников, князей, страстотерпцев, Бориса и Глеба побеждает врага, а затем, через два года, так же, будучи совсем молодым человеком, в 22 года побеждает полчища рыцарей, крестоносцев, которые пришли на нашу землю, чтобы разрушить нашу веру и покорить наше Отечество. И затем вся дальнейшая жизнь святаго-благоверного князя была отрицанием всего этого богатства ради себя. Он постоянно рисковал, он ездил в Орду, он примерял людей, он ограждал подвигом своей жизни Отечество наше. Какое уж там богатство в самого себя. все было направлено на то, чтобы вера сохранилась, чтобы народ сохранился, чтобы Отечество сохранилось. И очень рано умер святой благоверный князь. Когда мы слышим слова евангельских притч, то нередко они проходят мимо нашего внимания, но реальные исторические образы личности показывают нам, как можно осуществлять эти евангельские заветы, как можно строить свою жизнь так, что не только богатство стало бы целью бытия земного, но нечто большее, что переходит из этой жизни в жизнь вечную. мы сегодня празднуем память святых Бориса и Глеба и святаго благоверного князя Александра Невского в Аносиной обители, которая освящена в честь святых благоверных князей страстотерпцев. И если вспомнить историю этой обители, то и она претерпела страдания многие. Как мало какие обители русские. Она была физически уничтожена почти полностью. И в результате гонений, и в результате военных действий, и в результате небрежения всякого к истории и к церкви и вообще к памяти народной в последние десятилетия века двадцатого. И, конечно, в этой истории отобразилось тоже наше страстотерпчество. Народ наш, никогда не теряя веры православной, сохранил в душе своей самое главное, с чем и прожил, и прошел историческим путем таким тяжелым и таким страдальческим. И в каком-то смысле весь наш народ явил подвиг страстотерпчества. И сегодня, когда мы живем в иное время, когда от нас не требуется ни мучественничества, ни страстотерпчества, мы должны помнить об основоположниках русской святости, святых благоверных князьях Борисе и Глебе, жизнь и подвиг которых отобразился в истории всего нашего народа, помнить должны и о великом сыне Отечества нашего, святом благоверном князе Александре Невском, жизнью своею утвердившим великие евангельские истины в сердцах и умах наших людей, их молитвами да сохранит Господь Русь святую и веру православную Аминь. Аминь.